Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодняшний наш гость приехал из Азербайджана. Это Махабад Демирчиво, профессор Бакинского государственного университета, доктор юридических наук. Махабад, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, первый вопрос будет о цели вашего визита. Расскажите, зачем вы приехали в Рязани и какие у вас впечатления оставил наш город? Давно мечтала, потому что здесь именно в Есениной есть Рязанское государственное университет, там юридический факультет, там по международной отрасли есть у вас проректором. Мне очень интересно было, интересовался я это, потому что мои студенты очень интересуются из другого города в Россию. Как там учеба, как там студенты, как их принимают, как они здесь заботятся за ним. А это мне интересно было. Из-за этого мне первое тело было встретиться с этим университетом. Еще и здесь самого главного, медиасия и институт, очень-очень известный институт стало. А моим студентам, когда мы были с Амир Караев, тоже там присутствовали из Рязанской области, наши Диаспы в Азербайджане. Там даже вот эта медиация, медиатор институт, я про этого института рассказала свои студенты. И им это очень интересовалось, они хотели с сентября начинать курс проходить. Как раз с Амир Караев, мне ознакомился с этим медиатором, медиатором в арбитражном суде, просто местным судом, как их принимают, как у них закон на это работает с этим судьями. Мне очень интересно было. И благодаря, что я здесь очень многим людям познакомился, очень приятно, очень теплый, очень чистый, очень красивый город для меня был. И, наверное, когда поеду я в Баку, в сентябре, как начну встретиться с своим студентом, мне очень много будет рассказать про Рязанское область, их университеты, там у студентов, их жизни, их даже кафе, их общежители. Очень много будет мне рассказать про эту область. Мы раньше всегда уехали в Москву, в библиотеку, и интересовались их ученые, ученые коллеги. А я сейчас думаю, что мне в первую очередь надо было в Берязанскую область приехать. И еще благодаря, что вчера мы были в Есениной музее. В Константиново, да? Да, да, да. Очень интересно было, очень трогательно было. Столько мы фотографировали. Благодарю профессору Фаррух Мелем. Нашу азербайджанскую гордость. Очень знаменитый профессор. И весь Азербайджан его знает. Там даже экскурсант какой-то не то нам объяснил. Фаррух Мелем тут же исправил все, что нужно. Потому что Есенин есть не только Рязанская область, не только всемирный известный человек. Есенин для Азербайджана самый родной человек. Почему? Потому что Есенин был в Баку. Это не маленькое дело. Для него там парк есть, его памятники ставили. Вот недавно большой реставрацией сделал наш вице-президент Мехребанхан Алиева. Такой красотой сделал. Я там даже с вашей экскурсантом сказала, чтобы вы тоже приезжаете в Баку, увидите для Есенин, что Азербайджан сделал. Потому что такой большой известный человек выбрал именно Азербайджана. Почему? Потому что этот народ тоже очень теплый, принимает свои гости. Как мне принялись здесь, в Рязанской области. То есть впечатлений много? Очень много. Для своих студентов столько. У меня архив есть. Я даже скучаю, что быстро я поехала бы в Баку, начали с собой заняты. Я своим студентам рассказала про Рязанскую область. Мне очень обидно стало, чтобы мы это обсудили. Всего такой большой университет, 10 азербайджанцев учатся. И за это мы думаем, чтобы наши азербайджанские, Бакинские государственные университеты, ваши государственные университеты, договоры заключили бы. Наши студенты тоже приехали бы здесь, учились бы, знали бы, есть такое хорошее место. Есть такой народ, что их очень тепло принимает. То есть это обмен не только опытом, но и обмен студентами какой-то, да? Это обязательно обмен студентам. Потом самое главное здесь очень развитие медиася, институт. Правильно, у нас закон нету. Я только начала чуть-чуть это поднимать. Но в первую очередь надо курс проходить. Медиатор с одним человеком не получается. Надо это целой группой сделать. На этой группе надо курс проходить. Получить сертификат, а потом начинать работать. Помочь народу. Я так помогаю народу. Я потом часто выступаю в телевизоре по семейным правам, по гражданскому праву. У нас есть юридические клиники. Например, мы принимаем их, у нас отдельный кабинет тоже есть. Принимаем их по трудовой право, спор, по гражданскому праву, по семейным правам, по административным правам. У вас арбитраж, у нас по-другому называется, административное право называется. Мы их принимаем. Но у нас это бесплатно делается. Но все, вот надо, все общество об этом знало бы. Из-за этого, я думаю, чтобы медиатор проходил бы юридический факультет, даже из другого отрасли, может быть. Потому что медиатор такой институт, там не только юрист должна быть, психолог, педагог, врач. Все может быть. Махабад, скажите, пожалуйста, ну вы в Закавказе первая женщина, вот специалист по гражданскому праву. Почему такой выбор? Было ли тяжело быть первопроходцем? Да, был очень трудно. Даже иногда хотела наполовину бросать. Вообще-то я ходила раньше всегда в Москву. Оттуда переведу передаю нашу очень известную ученую завкафедру Суханову. Мы очень дружим с Сухановым. Он всегда, какой книг он уходит, первый меня отправляет. Я там, можно сказать, что 10-15 лет и мне там проходил. Только что мало остался на защиту, в наше Тибиридское государственное университет открылся совет. А мне Суханов сказал, давай я позвоню Гиве Захаровичу из Кривелли. А я начала плакать. Он спрашивает, почему ты плачешь? Я говорю, я в Тибириде вообще не была. Говорит, слушай, соседы они ваши. В общем-то, судьба такая была, значит. Я приехала в Тибириде, меня очень тепло приняли. Наверное, мне звонили такой известный ученый. Я защитила там очень, не знаю, и труд был. Конечно, очень трудно было. Но для меня была большая честь, чтобы из Азербайджана, за Кавкази, первый раз женщина на такой юридическом отрасли, самый тяжелый, самый известный и самый очень интересный, всем нужен был гражданский, семейный, гражданский процесс. Вот это отрасли. Я первая женщина была, чтобы этот шаг сделала. А потом после кандидатского думала, почему не доктором быть? И начала заниматься со собой, чтобы надо и защитить докторское. То есть главное поставить цель? Поставить цель. И я достигла до конца. Вы семейным правом очень много занимались. У вас ведь семья, у вас два сына есть. Вот семье это не мешало? Вы знаете, как-то меня один раз в интервью взяли в Баку. Много мне написали, что когда слышали про вашу историю, даже мы плакали. Конечно, мешало. В смысле, как мешало? Я не видела, когда мой сын первый шаг сделал, первый что сказал, мама сказал, папа сказал, бабушка сказал. Потому что времени не было на это. Я всегда или в Москву, или в Тибелесе, везде на дороге была. Но, в конце концов, когда они чуть-чуть выросли, уже надо свои знания на них, чтобы они были действительно сновей Махабады Амирчевы. Потому что у меня первая кандидатская диссертация была «Социальные и правовые проблемы о воспитании детей семьи». Из-за этого я, когда в аудиторию захожу, с большим гордостью захожу. Я своим народу давала такие студенты, такие дети, чтобы раньше их знали, как сын Махабад Амирчева. А сейчас меня и знает Турал Хабиб Хаджбейли. Это сын, да? Да, это мой сын оба. Один закончил, Ломоносов, юридический факультет, защитил похищение человека сравнительно России в Азербайджане. Ломоносов, это я уточню, это МГУ, правильно? Да, да, да. Мы как-то с молодостным называли их только Ломоносовым. Да, Московское государственное университет, именно Ломоносово, юридический факультет, это младший сын у меня закончил. Старший сын у меня учился в среднюю школу в Америке, а потом он учился в Франции, закончил, приехал в Азербайджан. Из Азербайджана через 6 месяцев отправили его в наше посольство в Азербайджанское посольство Франции, он работал там. У меня старший сын, тоже кандидат, доктор философической наук, и младший сын, доктор философии, у нас не как ваш идет, не кандидат. Доктор философии по юридическим отраслям, оба доктора наук. Это моя гордость. Я никогда в жизни, меня когда спрашивают, Мябетхану, вы как хотите увидеть сейчас студента? Я говорю, для меня в первую очередь воспитание. Какого ученого, какого грамотного студента не был бы, если у него воспитания нет, для меня этот студент ничего не означает. Я своим детям тоже так всегда воспитывала. Сказала, учебу всегда можно, но воспитание до 18 лет каждому человеку уже характер своей печати вставляет. После этого очень поздно бывает. И я думаю, что если меня кто слушает, кто нас и знает, я самая счастливая матери в первую очередь. Не профессор, не гражданское право, не семейное право. Самое главное, самая счастливая матери, чтобы у меня есть такие сновья, чтобы... Мой старший сын, и я с большим удовольствием могу сказать, что весь мир знает. Он семь языка знает, не только разговаривает, а протоколом. Он может любой протокол, любой договор описать. Очень грамотный парень. Я горжусь со своими детьми. А младший сын тоже. Москва, Подмосковье, его тоже везде знают. Они оба работают, очень хорошее место. Достигнили сами. Я шую меня всегда. Вот сейчас Рязанской области молодым тоже говорю. Который воспитания нету, ну, очень грамотный. Ну, абсолютно у него воспитания нету. Он не личность. Опасно таким еще больше знания давать. Он наши будущие самые страшные люди. Представьте себе, грамотно, но у нее нет личности, у нее нет воспитания. От него много можно ждать. А который есть. Мало знания. Но у него такая личность, у нее такое воспитание. Надо такими больше и больше заниматься, чтобы народ на следующий день не страдал собой. Вот я такие молодые хочу видеть. В первую очередь воспитание, личность, чистота, честность, а потом учеба. Ну, это важные такие качества. Но в основном-то это же в семье закладывается. Правильно? Правильно. Весь мир страдает сегодня только вот по этому вопросу. А так учеба, они программы есть, английский изучают. Вот так язык, французский, американский, африканский. Все изучают они. И еще техника такие, чтобы они все могут узнать. На воспитание с рожденной дне начинается. С рожденной дне начинается воспитание. Хоть час там опаздываешься, знаешь, что один палец свое резало-бросило. Нельзя опаздывать на воспитание. Махаббат, скажите, пожалуйста, вот свою главную цель, обмен опытом, обмен студентами, налаживание мостов и связей с нашим, с Рязанским университетом, вот эта цель достигнута? Обязательно. Потому что у нас есть Самир Мялем Караев, он нам по всем помогут. И я за этот сел все сделаю. Ради своих студентов. Они очень хотят. И они ждут вот в этом лету, чтобы закончился бы. В сентябре мы сделаем такой шаг. Первый раз курс откроем. Этот курс будем вызвать из Рязанской области. С Самиром Караевым мы договорились. Он согласился, чтобы с большим удовольствием он придет. И этот курс... Кто проходит этот курс, кто дадут экзамен, получит сертификат, чтобы он имеет право работать медиатором. Поэтому мы это очень хотим. И ждем от Рязанской области большой помощи. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня. Так интересно рассказали о сотрудничестве, вообще о вашей жизни, о вашем народе, о вашем труде. Спасибо. Я благодарю вас. Еще извинения прошу, чтобы я не русскоязычная. У меня есть, наверное, какая-то ошибка. Но самого главного, что хочу, то и говорила. То, что на сердце. На сердце, да. Спасибо огромное вам тоже. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова